Это уже эпидемия. В преддверии выборов самоуправления муниципальные власти начали скупать рекламное время на телевидении. С завтрашнего дня в стране официально начинается период предвыборной агитации для подготовки к муниципальным выборам. На попытке прорекламироваться за счет налогоплательщиков попалась Даугавпилская дума. Подробности у Даниила Смирнова. Мэр Даугупилса Янис Лачпильсис подписал договор с Первым Балтийским каналом о рекламе города. Оказавшийся в нашем распоряжении договор предусматривал выплату 72 600 евро за рекламные ролики о Даугупилсе, которые должны были демонстрироваться в течение этого года. На эти цели были предусмотрены деньги из фонда для непредвиденных расходов, который в Даугупилсе составляет всего 300 тысяч евро. То есть уже в начале года Дума собиралась потратить почти треть фонда на саморекламу. Однако Комитет по финансам Думы отклонил это предложение с небольшим перевесом. Три депутата против двух. Для того, чтобы как-то показать работу самоуправления, а самоправлением руководит представитель Латгальской партии, естественно, можно очень красиво свои успехи показать через ПБК, рекламируя какие-то, ну, не знаю, успехи, предположим. Но это нечестно, это очень цинично и, если не сказать, преступно. Поэтому я голосовала против, я должна сказать, что проголосовала большинство членов финансового комитета против. Представители общества за открытость Делна ранее обращали внимание, что на похожие цели средства стали выделять Огрское и Венспилское самоуправления. Здесь нужно посмотреть, все ли эти расходы будут указаны перед выборами. КНАП их оценит. Эта долговпилская история показывает, что это как эпидемия. С завтрашнего дня официально начинается предвыборный агитационный период. Но рекламировать свою партию за средства самоуправления или государственный счет нельзя, подчеркивает Вделна. Это запрещено законом. Самоуправление его обходят. Они не агитируют за конкретные партии, а просто рекламируют свои успехи. И хотя бюджетный комитет Думы отклонил задумку рекламироваться за счет горожан, на документе уже стоят подписи главы финансового департамента Думы, юриста и самого мэра Яни Салачплесеса. Он, кстати, на звонки не отвечает. Пресс-секретарь Думы Лигы Корсака говорит, что он в командировке. Даниил Смирнов, Роналдс Бранс, Латвийское телевидение.